здравствуйте вы на канале урал спецтранс здравствуйте константин мы сегодня решили сделать небольшой обзор по км у различных типов z-образных и л-образных для удобства мы поставили рядом вот что касается меня то я вижу что они складываются по-разному предполагаю что отличие главное их не в этом да константин в этом в этом тоже не по-разному складывать но это не совсем удачное у нас сравнение было бы лучше конечно две одинаковых машины найти но с разными манипуляторами у нас так не получилось все продано что осталось все почти подчистую продали директор сказал к новому году чтоб склад пустой был поэтому у нас скидки распродажа кому нужна техника обращайтесь самое время покупать какого начнем ну давай с l-образного вот у него крюк расположен до над кузовом это как-то стесняет его груз раз загрузку разгрузку ну да то есть стрела тяжелая вот на наших машинах 12-тонных камазах уралах транспортное положение стрелой назад соответственно мы стрелой ограничиваем габариты перевозимого груза по высоте этот сильный тягач то есть мы полуприцеп подцепим крюк поднимем повыше или даже крюк мы цепляем за колонну или за стрелу но тем не менее то есть высота груза в передней части полуприцепа или бортовой площадке если бы это была бортовая площадка то есть высота груза будет ограничена ну это наверное единственное наверное и основное основной недостаток такого манипулятора но верно ли утверждение что вот у л-образных манипуляторах меньше всего узлов каких-то агрегатов поэтому он надежнее но я так не сказал здесь меньше сочленений шарнирных то есть по сути здесь вот мы здесь видим всего на стреле сочленения сам самой стрелы с колонны то есть одно шарнирное соединение ну да это проще но с другой стороны здесь гораздо сложнее система телескопирования стрел то есть тут внутри вот этой стрелы стоит два гидроцилиндра длинноходовых и еще стоит система тросовая для выдвижения последних раз-два последних трех секций то есть выдвигается с помощью специальной конструкции тросовой поэтому что что эта стрела или этот манипулятор проще обычного я бы не сказал не проще он в определенных случаях удобнее то есть это тот же автокран ну меньший грузоподъемность только вместо будки крановщика вот здесь вот сиденье ну либо есть варианты управления снизу преимущество у него груз может доставать или грузить перед каким-то высоким препятствием то есть допустим на стройке дома стену уже возвели а внутрь коробки надо поставить какой-то груз там поддон с кирпичом или еще чем-то то есть такой манипулятор он скорее всего не справится за это образно не за это образно не справится а этот собственно через стену груз тот же подаст или достанет ну и плюс характеристики грузоподъемности то есть у него грузоподъемность в зависимости от вылета от оси поворота она не меняется то есть он стрелу выставил и он тросом но фиксированный груз поднимает кинематика другая у z-образного у него просто следствие конструктива то что он шарнирный у него по радиусу меняется вылет зависимости от подъема стрелы и то есть когда мы в определенной точке у нас увеличивается расстояние от колонны и соответственно падает грузоподъемность ну вот z-образный он для чего в основном используется вот это я так понимаю что лучше для стройки там какие-то коробки и так далее а z эти манипуляторы эти эти в разные манипуляторы они получили распространение с появлением вот именно с такими вылетами корейцев то есть большими вылетами там под 18 по 20 метров а до этого не известны были под брендами у нас в россии юник тадана то есть это бушка японская завозилась но там были ты небольшие были наибольшее распространение получилось появление корейцев вот это кстати модель уже совместно с австрийцами это полфингер и ман наш российский z-образный манипулятор ну то есть отличается складыванием более компактным то есть он собственно сам манипулятор на габариты груза не влияет потому что он не мешает то есть вот он в данном случае он на заднем свесе стоит а мог быть установлен и за кабиной но при установке за кабиной собственно платформа был нас была грузовая или полуприцеп свободен и груз можно было габаритный до 4 метров высоту ну то есть весь выбрать габариту автопоезда или автомобиля у нас 4 метра вот только высота платформа там метр шестьдесят да у нас ну вот значит можно было два метра сорок сантиметров высотой груз грузить здесь у нас останется где-то всего полезная высота у л-образного метр шестьдесят метр 70 не выше вот а здесь собственно 240 высота груза от платформы до верхней точки z-образные манипуляторы они тоже могут быть с большими вылетами стрел то есть телескопами можно добрать будет и были ты 14 20 метров есть модификации в импортах манипулятор но это будет однозначно существенно дороже чем допустим купитель образный манипулятор с тем же вылетом корейский или вот даже наш и т-180 или т-150 то есть вывод такой что л-образные все-таки удобнее дешевле или более практичны чем z-образные при равных технических характеристиках то есть учитывая вылет стрелы л-образный на сегодня будет дешевле если это корейский или производство завода имман есть манипулятор японские unique это дано тоже с большими вылетами 20 метров но ввиду своей стоимости они даже в россии не завозится то есть по спецзаказу можно купить у л-образного манипулятора больше возможности для подъема груза сильно ниже уровня земли то есть у него лебедка длинная я уже точно не помню по моему длина стрелы позволяет метров 20 вернее не длина стрелы а длина трасса на метров 20 опустить не ниже уровня то есть если вы где-то работаете там на мосту где-то может быть какая-то траншея глубокая то этот не всегда достанет а этот то есть здесь здесь брали не до зерна образный у зерна образного будет глубина опускания регламентирована длиной чалок здесь ничем не регламентирована в пределах допустимых этих 20 метров то есть мы никакой не рекомендуем мы просто рассказываем какие есть клиент уже выбирает какое ему нужно или мы рекомендуем все-таки полфинга альман порекомендовать можно каким образом если у клиента стоит задача надо смотреть от технологии работы если у клиента задача манипулятора это загрузить груз какой-то в машине рядом с машиной которая лежит куда-то на базу приехал загрузился или его там загрузили неважно он приехал уже на объект и непосредственно возле машины выгрузил то смысла брать такую кочергу нету вот то есть ему хватит z-образного манипулятора будет клиент где-то будет монтажные работы какие-то делать что-то строить будет конечно ему лучше взять разный манипулятор ну в общем то и все точно подписывайтесь на наш канал задавайте свои вопросы в комментариях мы стараемся отвечать всем пока